Здравствуйте дорогие друзья, приветствую всех любящих Слово Божье, меня зовут Махти, мы вместе с вами продолжаем изучение послания к Ефесянам. Основным отрывком на этой неделе была первая глава с 3 по 14 стихи, давайте мы прочитаем этот отрывок. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Вот такой отрывок избран для изучения на этой неделе. Ну а памятный стих Ефесянам 1.3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Итак, урок, который мы изучали на этой неделе, это урок о том, как замечать Божьи благословения и благодарить за них. Хорошо, если мы склонны благодарить за земные материальные Божьи дары, что чаще у нас происходит, но Павел обращает наше внимание на более важные вещи, на небесные дары, которые никак нельзя упускать из виду или выносить куда-то на периферию нашего мышления, мировоззрения, нашего общения с Богом, нашей жизни. Все эти дары, небесные дары, даны нам во Христе. Вот это основная мысль апостола Павла. И выражаются эти дары в терминах наследства. Мы наследуем от Бога во Христе все эти дарования. И Бог считает нас со своей стороны тоже наследством. Мы Его наследство, Его наследие через Христа. Что мы наследуем согласно апостолу Павлу? Во-первых, мы избраны во Христе. Как пишет Павел, Бог избрал нас, выбрал нас для благословенной жизни. Бог выбрал для нас благословенную бесконечную жизнь. Мы усыновлены. Мы названы полноправными детьми Божьими. Мы искуплены из рабства, греху и сатане, в славную свободу Божьих детей. Мы прощены. Нам отпущены все грехи, все беззакония, прошлые и будущие. Мы спасены от смерти, от вечной смерти. Мы объединены в одну Божью семью, где нет больше границ, нет никакой дискриминации. Мужчина ты или женщина, еврей ты или русский, или кавказец, или африканец, или азиат. Это уже не важно в духовных вопросах. Мы обрели Святого Духа. Что ожидается от нас в ответ? Конечно же, Бог ожидает от нас благодарность и принятие этих Его даров. Это главное, что ожидается от нас. Нам не нужно бороться за эти дары. Нам не нужно заслуживать эти дары. Нам не нужно отрабатывать эти дары. Нам нужно просто выразить Богу благодарность. Устами своими и жизнью своей. Хвалить и славить Бога за Христа, во имя Христа и во Христе. Что это означает? Хвалить Бога за Христа, значит за жертву Иисуса, за пример Его жизни, за откровение о Божьей любви, которая проявилась в жизни Христа. Хвалить Бога во имя Христа означает во имя Его заслуг ради нашего спасения. Хвалить Бога во Христе означает силой пребывающего в нас Иисуса Христа. И на самом деле этот текст очень христоцентричен. Чуть позже еще поговорим об этом. И апостол Павел подчеркивает, что основным, главным, самым существенным даром Божьим является дар Святого Духа. Это отдельная большая благословенная тема. И Павел сравнивает этот дар с двумя образами. С образом печати и образом залога. Печать удостоверяет достоверность, истинность того, что запечатлено. А залог заверяет в том, что за этим даром следуют гораздо большие дары. Святой Дух удостоверяет. Каким образом? Он делает нас новыми людьми. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть дух. То есть, например, я родился по плоти 49 лет назад в роддоме. И я родился духовно 31 год назад, когда принял Христа и крестился в воде. Святой Дух взращивает свой плот в духовно рожденном человеке. И этот плот это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, милосердие, кротость, вера, самообладание. Это то, что делает Святой Дух. Это его работа в нас. Запечатление 144 тысяч, которое описано в книге Откровения, это запечатление последнего поколения верующих, которые ожидают Христа. Оно происходит именно Духом Святым и проявляется в характере, подобном характеру Христа. Я верю, что мы как раз и живем в это особенное время, когда Святой Дух производит эту работу в верующих, в детях Божьих. Именно Божественная сила и Его влияние делают нас другими людьми, дает нам способность быть христоподобными изо дня в день. Теперь давайте поговорим о христоцентричности этого отрывка. Действительно, этот главный отрывок в Ефесянам 1 глава с 3 по 14 стихи, он очень сосредоточен на Иисусе Христе, на его личности. Посчитайте, сколько раз в этом отрывке упоминается Иисус. У меня получилось, что в 12 стихах здесь об Иисусе говорится 14 раз. Посчитайте, может быть у вас получится и больше. О чем это говорит? О том, что, конечно, Бог свой замысел спасения осуществляет через Христа, во Христе. Он предназначил Христа изначально, еще прежде бытия, прежде создания нашего мира. Он предназначил Иисуса Христа, что в нем он сотворит весь этот мир и в нем он искупит ту часть этого мира, этой вселенной, которая отпадет от Бога. И здесь, в этой истории, в этом отрывке, Бог для Павла не просто философская концепция или далекая отстраненная личность. Бог здесь создатель, отец, спаситель. Он полон любви, могущества, справедливости, благодати и все эти качества Бог направляет на своих детей. Он всегда готов нас защитить, спасти, заступиться за нас, помочь нам. Он постоянно изливает на нас свои дары и благословения. Он заинтересован, чтобы мы были счастливы сегодня и чтобы мы имели твердую надежду на завтра. Спасение, которое совершает Бог, это не земное событие только. Это процесс вселенского масштаба. То, что мы читаем здесь. Христос не просто спаситель людей, он примиритель всей вселенной. И главный вопрос этой недели, давайте мы так пройдемся, обозначим, на чем сосредоточить внимание в нашем обсуждении в классах. Первое. Какие духовные божьи дары важно помнить для полноценной, позитивной христианской жизни? И почему это важно, помнить об этом? И в чем это выражается? Второе. Если Бог сделал все необходимое для нашего спасения, то что ожидается от нас в ответ? Третье. Что означают образы печати и залога в описании дара Святого Духа верующим? Поразмышляйте об этом, это очень интересные темы, глубокие темы, глубокие образы. Печать и залог Духа Святого. И четвертый вопрос. Как представлены спасительные действия и роль Отца, Сына и Святого Духа? Вот в этом отрывке. Пожалуйста, перечитайте отрывок и посмотрите, как представлен Отец, как представлен Сын Иисус Христос, как представлен Дух Святой. И как Бог Триединый трудится для того, чтобы спасти нас. Что предпринял Бог и что Он делает сегодня. И еще несколько таких практических вопросов. Какое место занимает благодарность Богу в вашем общении с Ним? Как часто вы благодарите Бога именно за небесные дары, о которых мы говорили на этой неделе? Просто задумайтесь. Как часто вы благодарите Бога за избрание Божье, за прощение, за искупление, за спасение, за Духа Святого? Делаете ли вы это, как делает апостол Павел, вот так свободно, легко и пространно? Что мы можем сделать, чтобы эти ценности были лучше отражены в наших общественных молитвах, в наших богослужениях? Давайте подумаем. Еще вопрос. Насколько наше мышление пропитано небесными ценностями? Ощущают ли это люди в нашем окружении, когда мы с ними общаемся? Отражено ли это в наших разговорах, в наших переписках? Могут ли люди подтвердить, что мы на самом деле сосредоточены на Христе, на небесных реалиях, на Боге? Божьих благословениях. Еще вопрос. В Ефесянам 1 главе 4 стихе Павел пишет, что Бог избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. И в следующем стихе Павел пишет, что Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. То есть, Бог избрал нас ко спасению. Всех ли Бог избрал? Какова роль человека в вопросе спасения, если Бог избрал и предопределил? Поразмышляйте над этим. И еще такой важный вопрос. Как бы вы объяснили эту идею избрания нас во Христе, человеку, который не знаком с Библией? Поразмышляйте, потому что это на самом деле очень мощная тема библейская, которая несет очень сильное Евангелие, благую весть о том, что Бог сделал все ради нашего спасения. И Бог ожидает от нас всего лишь отклика в том, чтобы мы приняли и с благодарностью приняли то, что Бог сделал для нас во Христе. Это суть Евангелия. Как бы вы рассказали это Евангелие неверующему человеку? Пусть Господь благословит вас в обсуждении урока в классе субботней школы. Пусть Бог благословит нас нести эту драгоценную весть о могущественной Божьей благодати нашим близким. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим тебя и благодарим за дары твои во Христе, за избрание, спасение, искупление, прощение, за самый ценный дар Святого Духа, который преображает нас изо дня в день. Господь, помоги, чтобы наше мышление, наше мировоззрение, наше молитвенное общение с Тобой, наше общение с ближними было наполнено этими небесными ценностями. Господь наш, хвала Тебе, хвала Тебе вечная, наш Отец, наш Господь Иисус. Во имя Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете изучать Библию вместе с нами. Напишите в комментариях, а какое небесное благословение, на ваш взгляд, нам необходимо вспоминать почаще. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok